МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. О главных новостях региона прямо сейчас. Важный опыт на помощь врачам в борьбе с коронавирусом пришли студенты-медики. Безопасность и качество. Рабочая встреча в Рио главы республики министр транспорта России. Нескучные каникулы в столичной школе номер 6 проходит онлайн-смена. В Чувашии еще два человека умерли от коронавируса. У мужчин 38-го и 51-го годов рождения были серьезные сопутствующие заболевания. В общей сложности ковид-19 унес жизни 18 жителей республики. На 9 июня в регионе 3646 заболевших, из которых 1769 выздоровели. Для раннего диагностирования инфекции в четырех больницах Чебоксар открылись амбулаторно-консультативные центры. На базе БСМП, Республиканского противотуберкулезного диспансера, Федерального центра травматологии и Центральной городской больницы, при обращении пациентов с подозрением на коронавирус проводят компьютерную томографию. После диагностики их консультирует терапевт. Тяжелых пациентов госпитализируют в стационар. Те, у кого нет выраженных симптомов, получают лечение на дому. Также назначаются схемы лечения и для контактных лиц. При этом все будут находиться под медицинским наблюдением и контролем. Борьба с коронавирусом в Чувашии продолжается, и здесь все средства хороши. Чтобы разгрузить врачей на помощь, больницы приходят студенты медицинских колледжей и вузов. Медикам на передовой сейчас совсем непросто. Так, во время смены медсестрам порой приходится обслуживать сразу не один десяток пациентов. Рук попросту не хватает. Пополнили ряды недостающих кадров вчерашние студенты. Сегодня почти 70 студентов Чебоксарского медколледжа работают в больницах республики. С начала мая 2-я городская больница начала работать на перепрофилированных койках стационара для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в больнице созданы все условия для того, чтобы качественно на высоком уровне оказывать медицинскую помощь нашим жителям. Мы работаем с хорошими результатами. Больница полностью обеспечена и оснащена. Из медицинского колледжа пришло более 14 человек, и они работают сегодня в режиме преддипломной практики. Во всех отделениях перепрофилированного стационара в должности санитаров. Будущие врачи получают нужный опыт в самом начале профессионального пути. Обучение в медицинском образовательном учреждении подразумевает не только теоретические навыки, но и профессионализм, и профессиональные практические навыки. Любой выпускник, завершающий свое образование, он в конце своего образования идет на производственную практику. С 1 апреля 66 наших выпускников ушли, несмотря на то, что была разрешена дистанционная форма практики, ушли на производственную практику в лечебные учреждения. Такие как Новочебоксарскую больницу, во вторую городскую больницу, городской клинический центр, больницу скорой медицинской помощи. То есть там, где нужна была помощь. Дарья Львова одна из тех, кто добровольно ушла в красную зону, по ее словам, чтобы стать полезной, чтобы помочь. Хотя, признается, в первое время даже в защитном костюме ей было страшновато. Сегодня у больницы у нее свои обязанности. Работа заключается в проведении заключительной текущей уборки, вкурцевании, помощи среднему медицинскому персоналу. Также мы следим за состоянием. У нас 12-часовая смена с 8 до 8. По окончанию смены мы проходим дезинфекцию, санообработку. Работа в условиях эпидемии диктует свои требования. И их надо неукоснительно соблюдать. По словам главврача Лидии Веденеевой, юные врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты. Соблюдаются все технико-санитарные нормы. Наталья Мальчикова, Республика. Ремонт магистралей, мостов и реконструкцию важных для Республики объектов дорожной отрасли обсудили сегодня по видеоконференц-связи в Рио главы Чуваши Олег Николаев и министр транспорта России Евгений Дитрих. Ключевыми стали сразу несколько тем. Реконструкция воздушных ворот Чебоксар должна начаться через два месяца. Обновят аэропортовый комплекс и аэродром. Необходимо построить третью взлетную полосу и перроны. Но финансирование на вторую часть проекта пока не выделено. Запущена достаточно большая работа по реконструкции аэропорта. То есть разработана проектно-сметная документация по реконструкции самого аэропортового комплекса. За счет чего будет доступна пропускаемость аэропорта до 200 человек в час. И все работы также ведутся в плановом режиме. То есть на сегодняшний день проектно-сметная документация она готова. Находится в экспертизе. Очень плотно работаем со всеми органами надзора. Минструю Чуваши необходимо внести изменения в технико-экономическое обоснование ремонта летного поля. Чтобы получить недостающие средства. Сейчас аэропорт может одновременно принять два самолета. После реконструкции сможет до трех. Класса Боинг Б-737 или аэробус А-321. Работы должны завершиться уже к следующему году. На 53 объектах в республике идет ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На все выделено более 2,5 миллиардов рублей. В том числе субсидии федерального бюджета 820 миллионов. За счет этих средств отремонтируют 72 километра дорог и три моста. Построят наружное освещение на 32 километрах. Те самые дополнительные линии освещения по трассам, которые строятся. А сегодня это как раз вклад на безопасность. Поскольку мы знаем, что значительная часть дорожных транспортных происшествий происходит. В населенных пунктах огромное количество наездных и пешеходов сегодня существует. И статистика ГАИ России показывает, что это сегодня один из основных проблем, вопросов, которые приходится решать. Олег Николаев обсудил с Евгением Дитрихом и ближайшую перспективу начала строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, которое напрямую соединит северо-западный, юго-западный и новоюжные районы. На протяжении 7 километров должны построить три моста, один путепровод, стоимость около 21 миллиарда рублей. Проект уже есть, была обозначена даже первоначальная дата начала, 2022 год. Но хотелось бы начать пораньше, сказал в Рио главы. Это кольцо значительно разгрузит основные магистрали столицы и повысит безопасность дорожного движения. Это одна из целей национального проекта. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. В юбилейный год по всей республике планируют отреставрировать 21 объект культурного наследия. Работы идут и в Мринско-Посадском районе. Мринский посад не зря называют городом культурного наследия. До наших дней дожили старинное здание краеведческого музея, школы искусств. А еще в перечень подлежащих ремонту включили дом культуры и библиотеки. На восстановление этих объектов Марпосад получил 40 миллионов рублей. Большая часть средств ушла на восстановление районного краеведческого музея. Осенью прошлого года состоялось его торжественное открытие. Там ранее находилось и старинное, или старое уже котельное, которое топилось при помощи угля. И полы были почти что земляные, и фундамент уже рушился. Поэтому провели укрепление фундамента. Сделали новый пристрой, что позволило музею создать фонда хранилища и дополнительные помещения или кабинеты главного хранителя и санузлы, которых ранее не было. Здание детской школы искусств – еще один памятник регионального значения. Дата постройки – 1860 год. На реставрацию потратили 10 миллионов рублей. Сейчас завершают ремонт фасада. Районный дом культуры и туризма Марпосада тоже преображается на глазах. В рамках ремонта и реставрации был полностью отреставрирован фасад здания, заменена кровля, проведены внутренние ремонтные работы, в ходе которых полностью заменены половые покрытия в здании, в зале зрительном, и частично заменены половые покрытия на сцене. Установлено сценическое покрытие, способное принимать в том числе и балетные коллективы. Поддержку получила и детская библиотека района. Ремонта здесь не было последние 20 лет. Ну, крыша уже новая, окна новые. В библиотеке у нас меняются полы, у нас красятся стены. Надеемся, что будет красивое открытие. Открытие зданий после реставрации планируется ко дню республики, 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Особый противопожарный режим, введенный в республики с начала апреля, запрещает гражданам разводить костры, готовить блюда на углях и сжигать мусор на территории лесных массивов. За нарушение предусмотрены солидные штрафы. Но это не мешает жителям отдыхать на природе со всеми вытекающими последствиями. С начала года в республике зарегистрировано уже 712 пожаров. В связи с этим в закон об административных правонарушениях внесены изменения. Они вступили в силу сегодня. Это статья 10.9. Сжигание мусора, опавшей листвы, сухой травы, частей деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, разведения костров на зеленых территориях, территориях общего пользования. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Сегодня на заседании комитета по социальной политике и национальным вопросам депутаты госсовета рассмотрели кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. Это Виктория Владимирова. Она была начальником отдела культуры по делам национальности, туризма, информационной политики и архивного дела администрации города АЛЛАТР. Ее кандидатуру на пост детского омбудсмена должна одобрить Анна Кузнецова, уполномоченной при президенте России по правам ребенка. 29 июня пройдет техническая репетиция единого государственного экзамена. Учителя, ответственные за проведение ЕГЭ, в это время будут находиться в пунктах проведения экзаменов без выпускников. Ответственные отработают технологию защиты здоровья участников экзамена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все пункты проведения экзаменов оборудуют рециркуляторами, средствами индивидуальной защиты, пирометрами. Входить будут малыми группами с соблюдением дистанции не менее полтора метра. Планируется, что рассадят выпускников зигзагообразно. В одном помещении должны находиться не больше девяти человек. И все это ради безопасности учеников. Чтобы все прошло без сбоев, нужна и техническая репетиция. Расписание экзаменов уже известно, они начнутся 3 июля. Всего в ЕГЭ примут участие более двух тысяч выпускников. Самыми популярными предметами для сдачи стали русский язык, математика и общество знания. Детские лагеря Чувашии могут заработать уже в следующем месяце. Сроки открытия зависят от ситуации с коронавирусом. Из 18 загородных лагерей этим летом планируют открыть 15. Они готовы принять примерно 3000 ребят. Закрытый режим означает без посещения родителей. Полная изоляция в течение всей смены всех воспитанников и персонала. В целях безопасности детские лагеря дооснастят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Для этого выделено почти 20 миллионов рублей. Единственный вопрос возникает в отношении частных лагерей. Они тоже возбуждаются финансированием. По нашим расчетам порядка 7 миллионов 700 тысяч необходимо профинансировать 5 частных лагерей, чтобы они также включились в выздоровительную компанию. Здесь найдено решение? Отрабатываем с Минфином. В течение ближайших дней, максимум трех, эти вопросы надо нам с вами урегулировать. И дальше уже очень плотно отрабатывать с Роспотребнадзором и с МЧС вопросы обеспечения безопасности, получения всех необходимых допусков и сертификаций с тем, чтобы, во-первых, лагеря заработали в обозначенный срок. Но самое главное, чтобы во время работы мы обеспечили полную безопасность. Перед тем, как отправиться на отдых, ребенку придется пройти медобследование на коронавирус. То же самое предстоит и персоналу, от вожатых до охранников. Хлопотно, но лето за городом стоит того. Рифат Фадкулин, Юрий Марков, Республика. Даже в период каникул чебоксарские учителя и школьники не скучают. В СОЖ номер 6 создали свой YouTube-канал и каждый день проводят симатические онлайн-встречи. В гости в пришкольный лагерь под названием «Королевство 3D» заглянула и наша съемочная группа. Сегодня по нашим одеждам вы, наверное, поняли, что наш день посвящен Чувашии. И он не просто посвящен Чувашии, а чему, как вы думаете, в столетию нашей республики, которую мы будем отмечать 24 июня. Важная составляющая культуры любого народа – это национальная кухня. Сегодня в меню пришкольного лагеря – хуран-кукли. Это аналог русских вареников. Кулинарный баттл выдался на славу. Вареники лепили даже родители. В древности хуран-кукли изготавливали, начинку изготавливали из творога, из толченого картофеля, затем стали использовать яблоки, ягоды, тушеную капусту. А ели хуран-кукли всегда с растопленным в глиняной чаше сливочным маслом. Кулинарный онлайн-мастер-класс на школьном YouTube-канале оказался самым востребованным. Еще бы! Познавательно и практично. Можно накормить всю семью и получить советы от специалистов. И теперь, с легкой руки учителя технологии Татьяны Григорьевой, это стало любимой традицией. Когда началась работа нашего лагеря, мы пробовали одно, другое, третье, и сошлись с родителями, с детьми, что все-таки нет ничего лучше – работать руками, нет ничего лучше – готовить вместе с семьями блюда различные. Поэтому, конечно же, этот проект у нас стал уже традиционным, и думаю, что он надолго закрепится вообще в сенат нашей школы. Семьи участники сегодняшнего батла получили грамоты и сладкие призы, а победители – семья Морозовых – получили сертификат на бесплатное посещение Чувашского национального музея. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах стартовала всероссийская акция «Окна России». Любой желающий может оформить окна своих домов или офисов флагами, рисунками или надписями с главными символами страны. Цель акции – объединить людей. Жители могут сфотографировать свои работы и выложить их в социальные сети с хэштегами «Окна России» – «Я люблю Россию, моя Россия». Завершится акция 12 июня. Это были новости вторника, а я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин